Пока их никто не переплюнул, так скажем, парусник и остальное, я понимаю, что вот есть уже первое, например, за церковь, это драконы, лодки драконов, которых они будут. Я говорю, вы гребете еще? Они говорят, уже нет. Ну, хорошо. Есть соревнования, которые проводятся? Да, проводятся раз в году летом, в июне там есть. Мы съемки планировали на август, но специально к этим соревнованиям мы с ними созваниваем и говорим, поехали. То есть мы едем на эти соревнования, они гуляли, там, блядь, эти драконы, мы набрали материала, просто чтобы он ассоциировался с тем, что они говорят. Это не постановка. Это не постановка, мы набирали живых кадров. Мы не говорим, бегите, слугуйтесь, там еще. Мы набираем живые кадры, мы стараемся их поймать. Мы говорим, ребят, все, идите, отдыхайте. И тут уже, ну, мы начинаем работать на длинном фокусе, то есть не подходим. В этом, возможно, тоже отличие наших работ, что у них нет постановочных. Вообще мы против. Мы стараемся помогать. Бывает, конечно, очень тупо. Бывает, что прям, ну, очень тупо, и уже хочется самому подойти, на что-то сделать. Ну, давайте там. Ну, я не знаю, можно назвать постановочные кадры, вот эти кадры, где Валера и Ира, вот они отнимаются, да? Мы просто поставили на край и сделали паралет с краном. То есть, сложно сказать, что постановочный кадр, мы просто именно, да, для картинки хотели это сделать, вот. Такие вещи делаем. А вот, кстати, вот еще возвращаясь к интервью, почему вот очень часто говорят, у вас интервью так связано говорят, правильно, красиво. У нас бывает, чтобы снять одно интервью, у нас входит на одного человека двойня. Потому что для каждого человека, вообще, ну, не для каждого, но процентов для 80-90, это рубеж. Для нас это то же самое. Это стресс, да. То есть, вот сейчас мне начнут, молодой человек снимать, я буду заикаться, там, неправильно говорить, если он не скажет, говори мне в камеру сейчас вот это то же самое. Я буду ужасно говорить, потому что есть стресс. То есть, когда я выступаю перед вами, это одно. Если начинают, говорю, на камеру, все, сразу барьер, зажимаешься, думаешь, как ты выглядишь, что ты говоришь. И чтобы у человека этот барьер сломать, и чтобы он был готов тебе это рассказать, нужно время, нужно минимум, там, просто три дня мы встречаемся, разговариваем о жизни. Как мы это будем делать, что мы делаем. То есть, чтобы человек к вам привык. И потом, когда были такие случаи, когда девушка говорит, со мной никогда это не помню. Вот говорит, с кем угодно. Я говорю, пойми, Юрий, у нас было столько ребят, которые говорили, что никогда в жизни я не дам интервью. Давайте без интервью поснимайте, просто к нам погуляем. Я сказал, вы к нам обратились именно за этим форматом, и мы от вас не отстанем. Да, тут просто еще нюанс, что мы с Эльвиром прекрасно понимаем, что если мы не снимем интервью, то мы не сможем ничего смонтировать. Да. Вот, и это для нас тоже все важно. Ну, конечно, все важно, но выложить это в интернет, не сказать, ребята. Это будет не джеймурс, это уже будет другое, что. Другое, ну, как бы скажем, ну, четко выгодил, лоханулится, ну, не дожарил чуть-чуть. Вот, и суть в том, что бывает так, что два дня, вот просто ты приезжаешь, потратил минут сорок, чтобы найти рак в комнате, да, если это комната идёт дома. Подвинуть мебель. Подвинуть мебель, чтобы все смотрелось красиво. Посади человека, настрой, все, вроде готово, час прошел, начинаем снимать. Два часа он не снимается вообще никак, просто камера в пустую снимает, понимаешь, что нет материала, потому что в тот момент, когда идет съемка, интервью, ты уже делаешь линейный монтаж. То есть ты слушаешь, о чем говорит человек, потому что ты не можешь так вот, говори, я потом разберусь. То есть ты уже заранее должен понимать, что человек говорит. Говорит он законченный, не законченный, как он, с каким выражением, мямлит он, говорит открыто. То есть все эти вещи нужно контролировать, очень много успеха. Но мы на мастер-классе подробно рассказываем, все с оптом пришло опять же. Поначалу я боялся больше людей, которые выбрал интервью, смотреть в глаза долго, и вот так, господи, пусть лево это закончилось. Да, у нас на самом деле люди изначально, мы снимали вдвоем, то есть каждый человек отвечал за камеру. А человек, вот он, допустим, здесь сидит, мы могли ему поставить там бутылку и сказать, вот смотри сюда, то есть мы отсюда задаем вопрос, а он смотрит на бутылку. То есть вот мы с этого начинаем, на самом деле. Потому что у меня сама была барьера разговаривать с человеком. Это очень, да. Да, это связывающий, просто долго смотреть в глаза. Интервью это целая история, это целое направление, скажем так, которое мы внесли вот в этот формат и благодаря... Это фундамент, конечно. Фундамент, да. И вот заканчивая вопрос интервью, то, что мы приехали, час готовились, два часа снимали, ничего не сняли, полчаса собирались, еще раз... Еще раз забывали на дорогу, время... Да, мы обсудили погоду, как дела там, когда будет следующий раз снимать, допустим, на следующий или через два дня назначаем новое интервью, человек ложится спать, переспал с этой идеей, что его снимали. Только понял, что не получилось, думает, вот сейчас вы мне дали шанс, сейчас у меня получится. Приезжаешь второй раз и получается. Но, говорю, суть в том, что когда наши услуги покупают, мы не можем дать человеку однозначную гарантию, что съемки будут три дня, например. Нас думало так, что, говорю, на одно интервью одного человека просто два дня тратилось приехать и снять одно интервью, чтобы был фундамент, чтобы потом это все смотрелось так, как вы это видите. Потому что, ну, без него никуда. Вот, собственно, вот такой у нас ответ на такой вопрос был, полчаса. Да, можно сейчас дальше пройти про цепь. Да, мы сможем вам просто показать, потому что на словах высказывают. Завтра мы обязательно покажем полную работу, именно прям полный фильм, как мы продаем это людям, чтобы вы понимали, в каком формате это у нас происходит. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да, да. Вот, это вот наша статистика. Так, а как, кто знает, я знаю, это реакт, полу-поинта. Какую кнопку нужно нажать, чтобы включилась презентация? Потому что мне хватило только на то, чтобы сделать текст. Пока, пожалуйста, подожди. А, вот. Да, я еще взял фотографию с... Да, я взял фотографию с депозит фото, это я с инфернета исключал, но это не реклама. Вот. Как сейчас творится. На самом деле, я просто приехал на Total Soul, понимал, что люди все приехали подготовлены, всех презентаций и, как бы, ну, вот. Мы все в After Effects делаем. Да, я сделал на Total Soul. Да, я помню. Просто сам факт, что... Сколько стеркла стоит? Я научился. И, кстати, Дарья Таджевич сказал, ну, вы говорите, конченые, сумасшедшие, такие видео делать и Powerpoint освоить не можете. Вот это, собственно, в чем... Мы не говорим за всех видеографов, да, каждый работает по-разному. Вот, как у нас это происходит, это вот полный контроль происходящего. Мы это услышали, эту фразу от ребят, которые взяли когда-то ассистента на свадьбу, именно на съемку мероприятия. И когда они увидели, как мы работаем вдвоем, что пытаемся всех проконтролировать, там, официантов, ведущих диджеев, там, световиков, они говорят, вы психи, говорят, как вы вообще это делаете? Потому что, когда нету, к примеру, организатора, очень важный момент, допустим, именно, кто снимает только свадьбу, всегда взаимодействовать с организатором. Потому что, если вы не взаимодействуете с организатором, у вас будут огромные проблемы. Мы для этого делаем репетиции, на которые приезжаем. Только мы, организаторы, больше никто не приезжает. Но все равно мы пытаемся делать какие-то шаги, чтобы все было отлажено. И на самом деле можно привести быстрый пример нам, для чего это делается. Вот у нас есть работа, где просто потрясающий папа, который вывез на себе всю свадьбу. Кому интересно, приходите. Но вывезли не то, чтобы по бюджету, а именно по эмоциям. Так вот, этот отец вышел говорить пожелания своей дочке, мужу. Он, была проникновенная речь, у него наворачивали слезы на глазах. То есть, а я вижу, что сзади официантка несет водку и начинает разливать ее просто. Ну, понимаете, это абсурдно. То есть, мне пришлось там выкрутить на максимальный зум, сколько я мог, чтобы размыть сзади. Но это, ну, как бы, неправильно. Мы говорим просто про нюансы, с которыми мы сталкиваемся. И таких нюансов, на самом деле, очень много. И эти нюансы влияют на нашу работу, на наш конечный результат. Мы к этому к себе пришли, что ты можешь пригласить хоть Спилберга, хоть Майкла Бея снимать свою свадьбу. Значит, там будет организация соответствующего уровня, то ничего не получится. Так же будут ходить и официанты, ну, и прочее, прочее, прочее. В общем, смотрите, у нас работа с людьми перед съемкой, про которую я говорил уже, да, помимо встреч и целых съемок, мы постоянно с ними работаем. И после всех съемочных дней, когда мы уже заканчиваем, мы уже с ними становимся друзьями, реальными друзьями, потому что нас уже просто приглашают. Мы поехали на катере, покатаемся без камер, чтобы вот просто отдохнуть. Потом взаимодействие с организатором, мы предсказали, чтобы контролировать все эти вещи. То есть без этого продукт не получится, да. Взаимодействие с ведущим, что это такое, да, это вот, когда ты подходишь к ведущему и просишь его, пожалуйста, мне объявляй каждую минуту тоста, чтобы официант успел раздлить напитки и не было официантов в кадре, да, чтобы просто не набились раньше. Чтобы команда операторов успела выставить штативы, ракурсы, потому что чем отличается, к примеру, вот та часть, которую мы снимаем до свадьбы, от свадебной съемки, они отличаются кардинально. То, что в то время, когда мы снимаем до съемки, мы можем руководить процессом сами, а на свадьбе это происходит событийно, то есть это происходит вот здесь и сейчас, второго шанса не будет переснять. И чтобы выставить там штативы и все это, это, ну, нужно время. И вот если нет взаимодействия с ведущим, тоже мы набили шишки на это, получается не очень. Да, в том числе... Чтобы бабушка вышла. Микрофон, да, с микрофоном, когда люди выходят очень часто и говорят, я без микрофона выпил. Так-то скажу. Например, важный человек, член семьи вышел, он сказал без микрофона, все классно, да, он рассказал, он будет на камере, но звук, который он говорит, вот будет, ну, него не будет слышно. Почему вы, вот, вы видите, вам все нравится, потому что мы очень много уделяем внимания звуку, работать со звуком, чтобы каждый человек хорошо записался, его было слышно, отчетливо, чтобы люди, даже у кого есть дефекты речи, было понятно, что они говорят. Это вот очень важный момент. Это взаимодействие с ведущим. Мы попросим, пожалуйста, держи микрофон поближе, если человек его убрал, подойди, подними его поближе, чтобы все хорошо записалось. Также взаимодействие с ведущим. Когда нужно включать музыку, когда не нужно включать музыку, когда говорит регистратор, не нужно задирать огромные пиелина там или другие фанфары, потому что на видео их, как правило, не будет. То есть мы положим свою музыку уже на это дело. И нам не нужно то, что он включен именно в этот момент. То есть эти моменты мы проговариваем, да. Потом взаимодействие со свидетелем тоже самое. Зал освещается приборами, да. Ну, не гони меня, а то сейчас... Я просто боюсь, что мы не успеем. Нет, мы успеем. Я думаю, нас Оксана простит, даст нам чуть-чуть времени, буквально 10 минут. Более пока я не вижу. Видишь, я даже не... Вот. Взаимодействие с диджеем то же самое. Я уже сказал так. Взаимодействие со свидетелем это когда, к примеру, есть красивый зал, есть много света. Для видео и фотосъемки, если здесь у нас наверняка есть коллеги, они поймут. Самое удачное, когда он залит белым светом. Когда зал заливается белым светом, все люди, естественно, смотрятся, все красиво, классно. Если включить розовый и фиолетовый, это тоже все красиво, классно. Будет классно танцевать. Но что касается обработки, потом люди розовые, коричневые, всякие разные, это невозможно покрасить. И, соответственно, самый единственный вариант черно-белого это сделать и отдать. Поэтому мы стараемся взаимодействовать, чтобы хотя бы во время того, когда говорят люди речь, свет был белым. Это очень важный момент. Когда, например, уже человек начал говорить, а свет не включили, ты понимаешь, что все, все пошло не по плану. Нужно искать организатора, координатора, и начинается вот этот кодовайся. Потом, значит, взаимодействие с фотографом, наверняка многие знают, что это постоянное противостояние, что один лезет в кадр к другому, чтобы этого не было, то же самое. Подходишь, проговариваешь, давай, коллега, поработаем красиво, чтобы ни у кого не было кадра наших, задницы и прочее в основном. Это нужно делать тоже заранее. То есть это момент, который не стоит упускать. Постановка регистрации, мы на это тратим, бывает, за 3-4 часа приезжаем на регистрацию, чтобы просто расставить ракурсы, чтобы все было готово к тому моменту, когда приедут люди, гости, жених с невестой, чтобы все было готово, чтобы регистратор знал, когда ему начинать, как ему говорить, куда ему говорить, чтобы на нем висело звукозаписывающее устройство и так далее. Вот все эти моменты, точно так же, это организационный момент перед съемкой. Поиск локаций для съемок, то есть то, про что мы говорили, когда есть люди, чтобы раскрыть их историю, мы заморачиваемся тем, чтобы найти под их историю красивую локацию, и все это подытожив, то, что говорит Илья, все это время, время, время. Мы тратим свое рабочее время. Вот зачастую, когда мы пообщались с людьми на мастер-классах, мы очень много познакомились, никто не расценивает, даже не включает в ценообразование встречи с клиентом. Встречи с клиентом, объяснение ему каких-то нюансов, с которыми можно столкнуться, это тоже работа. Наши встречи, мы там дальше, я расскажу, полутора до трех часов проходит, это только одна встреча, а у нас это может быть три-четыре-пять. Это тоже время, это тоже работа. Собственно, вот видимая работа, которую человек, заказчик, будущие наши друзья могут оценить. По факту из всех этих вещей они могут это оценить, но они видят всего лишь оператора, оператор репортажа, ну и постановки, оператор постановки, то есть когда человек с камерой, в то время, когда вот психолог, видите, написал это, когда вот нестандартный случай был, когда девушка не хотела сниматься. Это оператор репортажа, постановщик, оператор постановки, режиссер команды операторов на свадьбе, то есть на свадьбе вы снимаете, если много костей, вы снимаете там шестером, семером, нужно все это так же координировать, чтобы все снимали то, что нужно, у каждого была своя задача, всем раздать эту задачу. Психолог я пропускаю, интервью, мы уже говорили про это, да, человек, который берет интервью, чтобы вообще подготовить. Мы очень часто вдвоем с Женей настраиваем людей, как бы, но именно сам момент интервью идет со мной, Женя больше регулирует камеры, чтобы все усмотрелось капри круто, вот, но тем не менее мы тоже вдвоем делаем, подготавливаем, настраиваем. Режиссер Светка, про что мы говорили уже, что люди не были фиолетовыми, и звукорежиссер также здесь Жен, чтобы звук записался, чтобы не было никаких фейлов, вот, невидимая работа, это вот подбор музыки, монтаж цветокоррекции, обработка звука. Монтаж тоже разделяется на сбор материала, на первичный, вторичный монтаж и прочее, прочее, то есть сколько нюансов, о которых люди не подозревают. Да, и вот, собственно, мы здесь привели статистику, мы вели каждый проект наш, от минимального до максимального количества времени, сколько мы тратили на проекты, и мы все эти вещи подсчитывали. Да, важный нюанс, когда мы сделали первый проект, Мишу и Милю, и потратили на это 30 дней, ну, мне лично стало очень интересно, сколько каждая часть нашей работы будет занимать у нас время, то есть, тоже на мастер-классах я задаю вопросы всегда всем, сколько вы времени, сколько вы времени работаете на монтаже в день? Ну, все говорят, ну, по 8 часов, то есть, я говорю, а сколько из этих 8 часов вы действительно работаете, потому что, как показывает практика, ты открываешь компьютер, ВКонтакт, все сайтики пока провиснул, YouTube, да, может зависеть, и потом поработал полчаса, такой, о, ничего себе, 8 часов проработал сегодня, я начал, грубо говоря, отчитать свою работу, там, вот в плане монтажа, то есть, я сел, нажал на таймер, пошел попить чай, покушал, нажал на стоп, то есть, я, ну, хотел от работы, допустим, там, 6-8 часов в день, вот, все это фиксировал, там, сколько будет заниматься эта коррекция, потом, сколько будет занимать звук, и так далее, и так далее, вот, и из этого у нас получились определенные цифры, скажем. Ну, и так же мы вели подсчет, что касаемо работы не просто обработки, а именно работы с людьми, и, собственно, вот, к чему пришли, что у нас есть всегда три встречи до того, как мы еще начинаем снимать, это вот, без них никуда, это от полутора до трех часов, каждая проходит, в среднем, то есть, минимум полтора часа, ну, понятно, помимо этого, мне нужно еще доехать, подождать человека, если он опоздает, если, либо это у них на территории происходит, либо это у нас на территории происходит, то есть, неважно, на это все уходит время. Съемочные дни, то есть, съемочный день у нас бывает от часа до восьми часов длится, то есть, это минимальная какая-то подсъемка, там, если можно что-то заканчивать, нам нужно какой-то штрих подчеркнуть, и мы думаем, вот, надо именно это снять, давай быстро выйдем с ним, и так же бывает, например, восемь часов, когда съемки на катере, нам надо выехать в море, пока мы плывем, там, часа два до того места, где мы будем снимать, потом, пока пришло солнце, и там... Пока мы достаем вертолет, отправляем людей на лодки, чтобы они высадились на берег, потому что, допустим, это чисто вроде такой нюанс, который никто не знает, но на него тратится столько времени, нашего рабочего времени, что, потому что вертолет, когда ты его запускаешь с катера, и поплыли вы, снимай, если у него происходит какой-то сбой, у них настроен так, что он вернется на то место, откуда его запустили, и сядет, то есть, он вернется туда, откуда катер уже уплыл, и сядет, воду его тонет, для этого мы спускали лодку, отправляли людей на берег, они высадились с берега, запускали, ему подлетал катер, потом уже снимали катер, потом возвращался обратно, вот таким макаром происходила, вот, к примеру, съемка 30 секунд, которые вот там у нас идут в ролике. Даже меньше, ну да, мы покажем сейчас еще в конце шоу-рил, маленький, вы увидите кадр, чтобы его снять, у нас ушло там часов шесть, но вот с самого начала, как мы выехали, и приплыли, мы выезжали только, чтобы снять на вертолете. Вот, также можно где-то быть, вот те же воздушные шары, к примеру, вот, кадры. Помимо того, что вы снимаете, вы еще тратите время на дорогу и, например, на остальные вещи. Интервью то же самое, супербыстро, это три часа, когда такой интерьер, как Ваня или как Диана, да? В который у вас никогда не было больше такого? Ну, один раз бабушка была, супер бабушка была, которая была, я идеальные интервьюры не делал, то есть с Ваней тянет, там приходилось постоянно общаться, там тормозить и говорит, хватит, это мне надо рассказывать, давайте вот это, потому что я не очень могу тебе рассказать, а тут мы пришли и снимали там локальное видео, и бабушка была, вот, мы его посадили, она начала говорить, и задал мне одного вопроса, она все рассказала просто, то есть она за сорок минут мы набрали столько материалов, а я тебе сейчас еще столько расскажу, Жене уже показывает, хватит, все. Вот, это что касается интервью, говорю, вот бывает, где у нас интервью, вот 10 часов, это в том плане, что это на два дня может растянуться, репетиция свадьбы, когда мы выезжаем на свадьбу с организатором, если там есть ведущий в лучшем случае, там мы видим площадку, понимаем, где будет стоять арка, потому что часто люди, флористы отталкиваются от нас, потому что мы им говорим, как нужно постоять людей, чтобы потом на видео их же работа, флористы смотрелась круто, потому что если поставить ее, как вот очень часто бывает на мероприятиях, заказывают кучу флористики, там на миллионы, даже смотришь на московских мероприятиях, вот просто понимаешь, что огромный зал, все шикарно, огромные бюджеты мероприятия, сделана флористика и не организована свет и флористика Стрепень в тени, просто огромный для шедевров и цветов Стрепень в тени, просто потому что их не подсветили И все, и этот продукт уже смотрится обыкновенно Достаточно правильного света Тех людей, кто понимает, что он живет по-другому Вот эти все моменты, то есть мы Мы флористам не говорим, конечно, как свет сайт Но как стоять арты должны, мы объясняем И они уже отталкиваются от нас Потом, значит, сама свадьба От 8 до 14 часов Мы снимаем день с самого начала С сборов невесты до финального салюта Снимаем мы абсолютно все Входит, естественно, не все Входит только то, что подходит формату этим людям Чтобы получилось полноценное кино И вручение готового фильма Это 2-3 часа на просмотр, на обсуждение Мы это, как правило, вместе делаем И переживаем вместе с ребятами И все это делаем Вот, собственно Это примерно 11-18 дней Получается рабочий И это где-то 40-60 часов Это только съемки Вот, 20% работы А теперь самое интересное Пост-обработка Разбор от снято материала 15 до 24 часов То есть это вот гигабайты информации Которые вы наснимали Их надо обработать У нас бывает от 400 до 600 гигабайт Полностью все проекты есть Вот это все тонн Разобрать камеры Разобрать камеры Свести камеры Все это На церемонии, может быть, 5-6 камер Все это занимает тоже Огромное время Эту работу никто не видит Но без этой работы Не будет Невозможен следующий этап Это монтаж Да То есть это как бы Подготовительная работа К монтажу Подбор музыки На самом деле Тут от часа до бесконечности Может, да Вы, может, про это говорили Но примерно 10 часов Мы написали Потому что это не конкретная сумма Монтаж Это конкретная сумма У нас минимум Уходило от 20 до 30 часов На проект Именно свадебный проект Полный фильм Да Полный фильм И цветокоррекция Это когда люди становятся Похожи на людей Когда зубы становятся зубами Когда кожа становится Загорелой Когда белая рубашка Ставится белой рубашкой В каком-нибудь Оранжевом освещении Мы это называем Магия Превращения в людей Так скажем Или в американцев Как еще Как американцы у вас выглядят Обработка звука То же самое Когда вы смотрите ролики К примеру Бывает Смотришь ролики коллег Все классно То есть монтаж Ребята выполнят съемка Видно, что заморачиваются Цветокоррекция есть Выпадает звук Допустим Плохо сняли звук С микрофона Либо вообще его не сняли И Плохо сняли Очень ужасно слышно Что говорит человек И ты понимаешь Что у тебя ассоциативный ряд Когда ты смотришь Картинку Красивых людей И тут выпадает звук Ты понимаешь Что звук звучит ужасно И все У тебя восприятие видео Сразу же падает Потому что Наше подсознание Таким образом устроено Что очень тяжело обмануть Если вдруг У вас какой-то элемент Попадает в видео То соответственно У вас и восприятие Сразу же Вы его не можете обмануть То есть Когда вы Ну мы даже проводили эксперименты Включали с обработанным звуком Без обработанным звуком Без обработанным звуком Эффекты абсолютно разные Так же как и с цветом И без цвета То есть когда смотришь на видео Без цвета Без звука Сырое Когда мы его смонтировали Это абсолютно разные вещи То что видите потом По итогам Когда вы делаете цвет Делаете звук Ну все Все преображается Просто в разы Да Это вот что касается Обработки звука Потом монтаж короткого ролика Это для интернета От 6 до 15 часов Обработка короткого ролика Именно звука Потому что нужно там Плодвинуть Что-то изменить Что-то изменяется И финальная доработка Для интернета Это какие-нибудь там Ну это уже больше наша работа Но мы тоже занимаемся Да Потому что это потом Наше подвижение Там картинку выбрать Залить Это в интернет Все соцсети Все разместить Это тоже время Но мы это тоже брать Потому что потом Следующие люди Хотя потенциальные Кто может этим заинтересоваться Это увидели И тоже оценили В итоге это получается 100-150 часов Постобработки И в среднем У нас проект занимает От 150 до 200 часов Полностью Вот От первой встречи До отдачи материала Еще такой нюанс То что Как я уже говорил У нас были рекорды Мы работали по 72 часа в день Когда зачастую спрашиваешь Коллега Сколько вы работаете В день на монтаже Они говорят Да мы по 12 По 14 работаем Говорят это с такой гордостью На самом деле Это неправильно Потому что Основывается Ну как опять же Неправильно Относительно нас Что мы пришли к тому Что монтажный час Равен Двум часам работы Обычного человека Скажем Который не сидит Перед компьютером Потому что Я всегда говорю Чтобы вы почувствовали Что испытывает монтажер Можно сесть перед стенкой В 30 сантиметрах Нарисовать 5 точек И водить глазами Через пару часов У вас просто поедет крыша Вот И соответственно От того Чем больше вы сидите за компьютером Скорость и КПД Ваша Начинает падать То есть к примеру Если я встану с утра С 9 до 12 часов Работаю Три часа Я за эти три часа Сделаю В два раза больше Чем я сделал Потом с 12 до 12 ночи Я буду сидеть То есть Кажем часом Когда сидишь КПД Падает Вот И То есть Еще такой момент Что у нас Восьмичасовый рабочий день Как у обычных людей И если мы будем Все 8 часов Троить на монтаж То Мы Ничего другого Не можем делать А нам нужно Заниматься маркетингом Нам нужно Заниматься продвижением Нам нужно Заниматься Обучением То есть У нас Восьмичасовый рабочий день То есть Улажного дня Семьей еще занимаются Сквортом Мы говорим о рабочем Рабочем времени Вот То есть Мы пришли к тому Что нужно Именно на постобработке 4-6 часов Максимум Максимум Вот Илья ездил в Кроватию Да И вот кстати Роберт Балас Котор сам рассказал Что он перешел На 4-часовые рабочие деньги Ну говорит Раньше 6 было Но в идеале 4 дней Потому что Хочется еще жить И Миром радоваться Помимо того Что сидишь за компьютером Ну то есть Сколько у нас Итоговый эфир Ты не посчитал Получается Итоговый Я сказал От 150 до 200 часов Если это разделить на 4 То это получается Сколько Приблизительно Нет Почему на 4 А на 4 часа 4 часа Да Но много получается Именно после обработки После обработки Получается Примерно Месяц Ну да Чисто Без выходных И то есть Мы понимаем 80 тысяч Это Ну и ты делишь Это на суммы Получаешь Просто смешные Там 300 рублей За час И работу Вот И тут А Собственно Итоговый продукт Который Получается Это Память Которая Бесконечная Мы про это уже Тоже говорили Человек получает Продукт Который То есть К примеру Мы приготовили кофе Он его выпил Получил вкусовые рецепторы И все Ну Если он хочет Еще раз Ему Еще раз Купить кофе К примеру Если Он получает Заказок у нас Филь То он получает Бесконечность Он получает Продукт Который С каждым Днем С каждым Годом Становится Дороже 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 В цене Мы поняли Что мы Продаем Уникальный продукт То есть И соответственно Этот продукт Не может стоить Дешево Априори По трудозатратам Скажем так Собственно Все эти вещи Мы даже Рассказываем Людям Для того Чтобы Понимать С чем Они столкнутся И за что Они Платят Почему Мы стоим Дороже Сейчас Когда нам звонят И говорят Что нам нужен Оператор на съемку Ну Наверное Вы понимаете Что мы Испытываем внутри Что мы Уже далеко Не операторы Абсолютно Вот И давай дальше Про цены Расскажем Сильно Недооценена То есть Не потому Что мы так считаем Что мы такие Крутые И мы должны Стоить долгие Мы посчитали Что в целом Рынок Видео Он очень сильно Недооценен Он устроит неправильно Он устроит неправильно Когда мы на него Выходили То есть Когда выходят Новые люди Они заходят на рынок Смотрят примерные цены И начинают работать По этой концерне Все А по факту Если разобраться Трудозатраты Даже Самого дешевого Видео И самая дешевая Фотография Они не сравнимы Видео Оно В пять раз Как минимум Больше Усилий требует Трудов Оборудования И как раз По техпроцессам просто То есть Да Элементарно Технических процессов Но Сейчас Одну секунду И вот Поездив По городам Сейчас Мы в Казахстане Побывали Пообщались Тоже с коллегами Принцип Везде одинаковый Фотография Зачастую Стоит дороже Видео И потому что Вот этот стереотип За счет того Что это молодая Индустрия И то что Люди еще не понимают Что они могут Видеть не просто Фото Они могут видеть Своих родителей Вот завтра Мы покажем фильм Вы увидите Эмоции своих родителей Потом эти родители Там Ну вы слышите Голоса Голоса То что фотографии Не передаст Мы сейчас Ни в коем случае Не забираем Лаву Фотографии Фотография Это вообще Дельная история Это основа Видео Она Другие эмоции Мы просто говорим Что люди Ну скажем так Привыкли за фотографии Уже платить Это хорошо Не привыкли платить За все Привыкли Почему-то так сложилось Что идиограф Стоит Почему-то внизу Но при этом Делает Ну в разы больше Вот И мы начали Все это дело Считать Изучать И понимаем Что Очень Привык специфичного Строит Скажем так И мы Собственно Начали еще Ломать этот стереотип Со своего города Мы его уже сломали И как говорили Здесь хочешь изменить мир Ночи себя Да Вот мы начали Изменились Со своего города Когда Нам говорили Что мы сумасшедшие Что там За 4 тысячи Продаем Потом нам говорили Что сумасшедшие Что мы за 20 тысяч Продаем Доллар Он говорит Никто не купит В итоге Купили И потом Когда те Кто работал За 1000 За 2 Когда звонили С Чаванам Узнавали цены Потом звонили Другим ребятам Сколько вы 4 тысячи Долларов Эти человек Еще 2 года За стоил тысяч Потому что Есть такой разрыв Говорит А ну это уже нормально 4 тысячи Долларов Потому что Мы позвонили И они 20 Стоят Сумасшедшие А 4 уже нормально Понимаете И рынок Начал подниматься У нас все Видеографы В городе Умножили В 2-3 раза Свои услуги Причем при этом Не изменяя качество Да То есть Они просто И смотрите В чем смысл Не обязательно Что прямо Должно было Измениться И сказать Вот вы ребята Подняли цену А качество Ваше не изменилось Они уже Априори Были недооценены И когда они поняли Что вот есть ребята Которые ломают Они потом нам звонят И говорят Ребят вам спасибо Потому что благодаря вам Я поднял цены И работают сейчас меньше Но зато я Выполняю ту же самую работу И разрабатываю тверждение И как бы на своем городе Мы сломали Это стереотип Ну уже однозначно Продолжаем Родить другие Устроен рынок То есть Получается Людям Чтобы заработать Какие-то Более-менее Деньги Купить свое Опять же Оборудование Потому что Ему постоянно Нужно менять Допустим Снимая свадьбы За 30 тысяч рублей Ему приходится Делать это Объемно И вот Мы общаемся Они работают По 6-7 дней В неделю Просто Чтобы выбить Вот эти деньги Нужно брать объем Мы пошли По другому пути И в чем Соль заключается Потому что Если взять К примеру Равносильного оператора Ну там По-моему Оператор Фотограф И ведущий Каждый из них Стоит 30 тысяч рублей То есть В этом плане Час ведущего И Ну и быть вообще Ведущим Горазбанных Потому что Он провел свое мероприятие Положил деньги Заработал деньги Пошел дальше Проводил мероприятие А оператор Пришел домой Покушал Начал Разбирать материал Монтировать Красить Делать звук И т.д. И т.д. То есть Даже на этом Одинаковом уровне Человек Поняет Гораздо больше Объема работы Тратит Гораздо больше Миней И получает Гораздо меньше День То есть Мы поняли Что это Неправильно Вот Надеюсь Мы не сильно Вас загрузили Просто Мы пытаемся Пролить цвет Действительно На работу Видео То есть Это Должно Делать Каждый Человек Ну В своей Индустрии То есть Операторы Зачастую Видеографы Недооценивают Сами себя Не продают Свои услуги То что они Оказывают Людям Они не говорят Что они красят Видео Они не говорят Что они работают Свои услугами Да Они Это Мало Что так Дело На самом Чем Это Мы Как И Это Тоже Проблема Которую Нужно Менять И Менять Мы Ничего Не Сможем Поменять Но Опять С точки С точки С точки С точки С точки Людей Кто Наверняка Понимаю Что Здесь Есть Не только Коллеги Просто Элементарно Пролить Свет На Работу Тех Людей Которые Делают Вашу Память И Как Не Хотели И Не Допинаговали Толь Друга Видеографы Те Кто Уже Понимает Что Так Не Должно Рано Или Поздно Это Начинает Расти И Особенно Скорее Всего Мы Так Предполагаем Делаем Какие-то На Будущие Вещи Что Возможно Да Я Помню Сейчас Пробавил Вопрос На Секунду Возможно Что Все Вообще Уйдет Семейное Кино Потому Что Это Огромный Просто Необъятный Формат Который Можно Делать Не Просто К Свадьбе А Делать Историю Любой Семьи Запечатлять Себя Это Ну О чем Мы Собственно Вопрос Давай Задавим У меня Такой Вопрос Я Хотела Спросить Сколько Камер Представляете Когда Снимаете Конкретно Свадьбу Или Торжества От 2 до 6 От 2 до 6 И Еще Я Хотела Спросить Вы Начали В такой Терри Работы Достаточно Кризис Да Мы Еще Успеем Да Но Я Хотела Спросить Допустим Это Как-то Повлияло На Ваш Ценообразование Или Вы сразу Сказали Что У вас Вот Это Ваш Потолок И Предел И Когда Не Демпинговали И Как Вы Работали Смотрите Ситуация Следующая Что Когда Мы Повышали Наши Цены Повышали Для нас Это Тоже Было Очень Сложно Но Мы Приходили К Такой Вещи Что Невозможно Продать За миллион Если Для тебя Миллион Это Дорого Понимаете Ну Вот Мы Понимаем Такую вещь Что Не Нужно Считать Чужие Деньги Вы Вы Даете Продукт Который Вы Даете Продукт Предусловие Скажем Мы Просто Поняли Что В том Ключе Которым Делаем Эти Работы Мы Показали Часы Мы Можем Сделать 6-8 Полноценных Фильмов В год Наш Ресурс Ограничен Мы Не Можем Брать Потоком Если Нам Гелегируйте Однозначно Может В будущем Мы Найдем Ребят Талантливых Которым Мы Готовы Будем Отдавать На проект Мы Стараемся Максимально Следить за Качеством Чтобы Дай бог Наш Качество Не упало Потому что Мы Понимаем Что кроме Людей Еще Нас Смотрят Коллеги И Может Быть То Что Мы Сегодня Здесь Это Тоже Отчасти Заслуга Поэтому Мы Поняли Что У нас Ограниченный Ресурс Соответственно У нас Ограниченный Ресурс Мы Не Можем Пригнуть Пятьдесят Работ Сто Работ То Мы Будем Всю Жизнь Делать Либо Делать Качество Пойдет Поэтому Мы Поняли Что Делать По-другому Мы Не Хотим Делать Эксклюзив И Пошли Только По Этому Пути Вот Собственно И Вы Делаете Продукт Вы Продаете Продукт Кому Нужно Он Купит А Людей Кто Купит Коверьте Немал Главное Сломать В своей Голове Вот В этом Сложность Включалась Я Сейчас Немножко Сбился Ты говорил Про Ресурс Ресурс Да Я Говорил Что Просто Мы Поняли Сколько Стоит Наше Время Сколько Стоит Наше Знание Что Мы Растем Что Мы Элементарно Каждый раз Когда вы Делаете Что-то Лучше Вы Не Можете Стоит По-другому Водерс Давай Уже Может Уделать Ценообразование А то Мы Только Про Эти Деньги Говорим Просто Хотел Свою мнение Просто К примеру Есть Машины Королла Тойота Королла Хорошая Машина Практичная Машина Дешевая Машина Которые Могу Позволить И много А есть Допустим Какой Феррари Которая Ну То есть Она стоит Не потому Что Люди Загнули Цены Нет Потому что Люди Занимаются Так же Искусством Они Каждую деталь Руками Делают И Соответственно Они тоже Не могут Сделать Много Потому что Если Они Отправят Эту работу Допустим Каким То Робот То Соответственно Цена Сразу Упадет Так что Мы Поняли Что Нам Интересно Заниматься И творчеством И зарабатывать Деньги Можно Так